Всем здравствуйте! Всех приветствую! У нас очередная встреча, посвященная президентским выборам. Конкретно она посвящена тому, чего нам ждать от незарегистрированных и зарегистрированных кандидатов. И надо сказать, что каких-то действий мы час назад уже дождались. Тема горячая. Я думаю, что вот это действие, а именно то, что штабы Светланы Тихановской, Валерия Цепкала и Виктора Бабарика объявили о том, что они объединяют усилия в этой компании. Вот это действие, я думаю, на нашу дискуссию сегодня влияет. Я скажу коротко о правилах. Как я уже говорил, наших гостей, те, кто не является спикером, я на время выступления спикеров прошу выключать свои микрофоны. После того, как у нас начнется дискуссия, вы сможете их включить. Наша встреча записывается, мы планируем выложить ее в открытый доступ. Одна-то также напоминаю, что у нас есть правило Chatham House Rule. Оно у нас не отменено, но применяется оно у нас по предварительному уведомлению. То есть, если вы хотите сказать что-либо, что не должно попасть в запись, и что не должно цитироваться с вашим именем остальными участниками дискуссии, пожалуйста, до того, как вы говорите реплику, сообщите нам. Мы поставим на паузу запись, и никуда эти слова с вашим именем не попадут. У меня на этом все. Валерия Костюгова, Вадим Можейко, мои самодераторы. Вам слово. Вадим, коллеги. Давайте, наверное, поскольку в прошлый раз Валерия представляла гостей, я тогда могу представить. Сегодня всем спасибо, как к нам подключился, мы всех рады видеть. Сегодня мы всегда объявляем в спиртно-аналитическом клубе не спикеров, а только основных спикеров, потому что мы знаем, что наши гости, большинство из них, сами часто готовы быть спикерами, им есть что сказать. У нас сегодня, конечно, как всегда будет такая возможность. А основные наши спикеры – это Юрий Дракохрост, политический обозреватель Радио Свобода. Юрий, витаю. Добрый день. Артем Шрайбман, политический аналитик. Science Analytics. Артем, приветствую. Артем, надеюсь, тоже с нами. Михаил Дорошевич, исполнительный директор Baltic Internet Policy Initiative. Добрый день, Михаил. Добрый день. И Олеся Рутник, Виталий Силийский Fellow в Центре новых идей. Олеся, витаю. 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 Олеся Рутник, который есть перед регистрированными и не регистрированными кандидатами. Но я думаю, да, дискуссия будет шире. Валерия, как бы ты информировала, с чего мы сегодня начнем, учитывая актуальные события? Ну, ситуация ведь сильно упростилась. То есть три наиболее массовых и поддерживаемых штаба объединились сегодня. И фактически использовали ту самую возможность, которая перед ними была. И я прошу Юру прокомментировать это, потому что, ну, потому что мы будем слушать. Юрий? Юрий. Что, мы со связью? Немножко подвисло, да. Юра. Так, что-то я выпущу. Включается? А вот. О, а вы все вернулись, да? Я вернулся, да. Выдатно. Ну, сюда. Так я ничего, как бы. Что, мне снова? Тогда я повторю. Я думаю, что нужно... Я прошу вас прокомментировать объединение трех наиболее поддерживаемых и массовых штабов. Ну, и какое-то, в принципе, упрощение ситуации, поляризацию ее, как мне кажется, что вы по этому поводу скажете. То есть мы хотели обсуждать, обсудить возможности зарегистрированных и незарегистрированных кандидатов, но вот они воспользовались, как мне кажется, той возможностью, которая перед ними была. Да, ну, и в том числе, да, встает вопрос, какие у них появились, может быть, какие-то новые возможности после объединения, какие возможности теперь это перед ними открывает? Это мне пытание? Да. Так, так. Так, добра. Коллеги, я все-таки, если за вашего дозвола, как бы, вы выкладывал, может, свой больш широкий погляд. Вот у травни я рабею передачу на контакт год, ци будзе площа у 2020 годзе, ци будзе на повтореннем площади 2010 году. И Валерия Костюгова якраз сказала, што вот тое, што мы бачим на улицах Беларуси, гэтые черги, да выборчих пикетов, вот это и ёсць площа 2020. Але такое уражене, што эта метафора оказалася глыбей и можа сумней, чем падавалася на початку. Даречи, колькасть затрыманных, цяпер, уже пераў заходяч, колькасть затрыманных за три дні ў снежній 2010 году. Ну, і вэтым речащи протэсты 14 липеня выглядаюць як аналях мауклівых протэстов 2011 года. Іншымі словамі, не выключэна, што площадь 2020, она ўже адбыласься, і она скончилася вот так, як мы это бачим. Я ёсце хацеў бы звернуцца да ёсце адной дэскусіі на свабодзе, якой ўдзельнічылі Сергей Чалы, Артём Шрайбман і Віталь Сыганков. І вот тада Сергей гаварыл про тое, што ў Беларусі адбываюцца так званые «stunning elections», оглушальныя выбары, пиракульныя выбары. На што Артём сказаў, што, насамрэча, оглушальныя выбары выігрываюцца да дня выбара. Оглушальныя выбары – это контэкст, якім влада некі дзей не можа рабіць, а некі не можа. Моўна кажучы, в 94-м годзе Кебіч мог формальна дать каманду не регістраваць Лукашина? Формальна кажучы, напэлна мог. Эта дэмократыя і не было. Мой калега Навумчик писаў, што там і былі падставы. Але психалагічна і не мог аэта вазрабіць, палітычна не мог аэта вазрабіць. Віктор Бабарыка спадзаваўся на тое, што, вот этот контэкст оглушальных выбаров, он ёсць, он сказаў, нельга не зарагістраваць чалавека, які сабраў 500 тысяч. Аказалася, што можна. Аказалася, што, махчыма, сітуація ў, ён, прынамсі, не зусім дакладна апісываў, для сібе адчуваў. Ну, это я вот як бы заўпакой, зараз, можа быць крышечку скажу за здравіе, што мне здаецца, што зараз критэриям того, як бы, як бы, яну все ойде так, як як бы, в 2010 годзе, што площа ўжо адбыласе, критэриям того, што это не так, мне здаецца, будзе агитацийная кампания. І вэтам сэнсі яна падобная на кампанію збора подпісаў. Забараніць перадвыбарчыя мітэнги немахчымаці, прынамсі, это будзе даволі складана. І вэтам сэнсі только-только гэта будзе індыкатором. Вэтам сэнсі безумовна далучэння, фактична, я бы сказаў так, вступлэнне штабу Бабарыкі і штабу цыпкала в штаб Тихановской, вот калі это так сфармуляваць, так это безумовна станучэй і важны чынік. Алі, як бы, паказнікам таго, дала это некі плён, не дала это некі плён, будзе ізноўжа, вот, сколькі людзей будзе прыходзіць. Калі это не будзе паўтарэнне травня, калі это не будзе паўтарэнне таго, што мы бачылі пачас збора подпісаў, ну, тады, вот, этот прагноз, што площа ўжо адбыласся, я баюць, што ён будзе справедлівам. Зараз я хачу, вот, сфармуляваць, як бы, чатырі, чатырі варіянты, якія, ну, вот, здаецца, махчымыя, такія, як бы, што, якія тычыцца тых кандыдатов, якія зарегістраванная. Адзін варіянт, яударэчы, не трэба скидаць, як бы, зрахункаў, это зняць цё ЦВК Цихановской. Вот, тепір ў ёё будзе узбуйнённый штаб, вот, махчыма, справа паўдзе так, як я ёё апістав, што на ёё митэнги, фактична, на митэнги трайного штаба будзе прыходзець більш-больш-больш, тада ёё могут зняць, так, як, в принципі, знялі ёё мужа з гэдэй гонкі, ну, як затрымалі ёе мужа. Другі варіянт, это ўсе пяць застаюцца ў бюллетэне, ён так выглядае наибольш імаверны, і ён не самая лепшы. Трэцзі варіянт, ён все ж такі мне здаецца махчымым, это, чэрычыни, Дмитрёв, здымаюцца на карыз Тихановск. И мне здаяцца, тут критэром будзе таеж самая вот колькась людзей, колькі будуть приходзіць до Тихановской, а фактична до тройственнага, так бы мовить, до Тихановской бабарыки Цепкалы, и колькі будзе приходзіць до их. Я в дадзе на випадку не хочу вести дискуссию, там фейковые, а не кандидаты, не фейковые. Ну, я не люди, я не политики, я не это буду бачить, я не буду бачить громадскую реакцию. И я теоретично не выключаю, что такий вариант махчин. Ну, и нарэшті вариант байкоту, зняццё Тихановской, Череченя и Дзмитриева. В спалучэнні з ідеї команды бабарыки 100 тысячов назиральників. Калі, вось, якбы, не чаканностів не будзіць, то есть, калі мы не будзім бачать вот этого нарастаючага валу удзельнікаў выбарчых мітэнгаў, легальніх, зауважу, мітэнгаў Тихановской, то, в принципі, і трэцій варіянт, і чатвертый варіянт, які я апісав, это фактична варіянт годнага сыходу сплошчы. Плошчы адбылася, от ана адбылася фактична 14 ліпеня, па модулю гэтых нічаканностів, і тады это, в принципі, як сысті згодна. Ну, трэцій варіянт, ян, зразумела, самы годны, скажым так, сыход, асабліва з перспіктывай таго, што будзе пасля выбараў. Ну, і байкот, я, в принципі, сам не прихильнік байкоту, ніколі ім не бэл, але вот в этой сытуаціі, скажым так, недоашаламляльных выбараў, то, махчыма, это будзе і не самая кепская опція, менавіта, як годны сыход за плошчы. У принципі, вот эта ідея ста тысічаў назіральнікаў, яна, як бы, ну, падводзець падэту некую базу, то есть будзе некая лічба явкі, а не толькі адшуванне, што вот ніхто не прішоў. Хаця, даречі, я хачу прыгадаць, што ў наші гісторіў, это бэл прецэдэнт, в 2004 годзе референдум, тамды бэл прэфісійна зроблены экзэтпол, экзэтпол паказав, што 50% не прішло на референдум, былі протэсты, ані былі не шматрікі, ані былі раздушыны, і вот некага національнага катарсісу за прыщыны, вось, этых лічбаў, этой інформація, яго не адбылося. Гэтак жа яго може не адбыцца і зараз. Ну, я в дадзе на выпадку, як бы, вот, распавядаю пра, ну, што называецца, трэндавай, пра трэндавай варіянт, які мне, вот, уявляецца мінавіта такім. І патрыбныя некія невірагодныя высілкі, як політычных лідарав, гэтак і саме галувнае грамацтва, для таго, каб, вот, ано не адбылося так, як я апісал. Спасіба, Юргей. Ну, што, Артём, ессі у тебе што-то, може бэддабавіць, а може бэддабайць у тебе свой какой-то другой взгляд на эту ситуацію і на рішення штабів, і на, в принципі, і другие варіанты, які ще можуть бути розвиття событий, які є можливості у кандидатів? Ох, ну, дуже складний вопрос, і потому, що він действительно сценарний, я, в общем-то, согласен с той вілкой, которую обрисував Юрий. Единственное, що я думаю, що варіант снятия Тихановськой циклом, він вполне себе вероятний, то есть він не просто какой-то маргинальний, я думаю, що якщо об'єднення штабів повлечет за собою таку реанимацію, що ли, їх електоратів, якого-то нову волну ентузиазму, в тому числі вражаючуюся в улічних акціях, я имею в виду предвыборних митингах, то власть просто поймет, що це угроза, і Тихановську потрібно снимати. І тоді единственним шансом, що ли, цього збіжати буде договоритися реально з штабами Черечня і Дмитриєва, щоб вони снялися до цього, тому що оставлять все-таки Конопадську і Лукашенка в бюллетені, ну, це як-то для власть чуточку за граню, мені кажуть, того прилича, яке она для себе все ще установила. Хоча, ще раз, в цій компанії багато красних линий, які нам казалися красными, вони були преодолені. Я думаю, що якщо ситуація буде дійсно неконтролюємою, то, господи, вплоть до ЧП можу все, що угодно ввести. Якщо говорити об цьому штабі і самому, верні, цьому единому об'єдненні штабів і цей красивій фотографії, це дійсно дуже яркий, емоціональний, символічний момент, але вопрос, а що далі? Якщо, якщо поле для діяльності цих штабів, ну, естественно, вони будуть активні в інтернете, естественно, вони будуть, судя по всему, выступати яким-то подобаєм єдиного меседжа, що ми зараз меняємо власть, а потім проводимо честные выборы. Я так понимаю, це суть нового посыла. Ну, а на практиці-то що вони можуть зробити? Количество міст для агитации, я напомню, в цьому году урезали просто кардинально. То есть решение, которое не все заметили, но в Минске теперь нельзя проводить, кроме шести мест, нигде митинги, в тому числе и во время выборов, в отличие от 2015 года. Теперь принцип такой, что Бангалор, Киевский сквер и так далее. Теперь на площади свободы или где-то еще собраться уже нельзя. Вряд ли власть будет допускать такие сборы где-то вне этих точок. В этих точках, наверное, получится привезти тысячи людей на какие-то демонстративные акции, митинги, собрания на всех. Они будут очень такими романтичными, они будут очень генерирующими медийный интерес, разумеется. Они будут, скорее всего, транслироваться онлайн, как концерт ко дню воли в 2018 году. Но политический выхлоп из этого какой? От этого у меня есть вопрос. Разумеется, штабы будут призывать идти на выборы, потому что иначе зачем оставаться в этой компании, если они не планируют использовать весь ресурс, в том числе ресурс наблюдения и ресурс потом борьбы за украденную победу каким-то образом. Но очевидно также для меня и то, что ту самую явку, которую бы обеспечило наличие Бабарико и Цепкало в бюллетенях, просто наличие Тихановской в бюллетенях и призывы штабов Бабарико и Цепкало не обеспечить. То есть явка будет так или иначе меньше. Часть людей все-таки голосуют не по принципу, так, я хотел голосовать за Бабарико, но теперь Мария Колесникова призвала меня прийти и проголосовать за Тихановскую, поэтому я пойду. Так делают некоторые, но не все. Некоторые, не увидев своего кандидата, скажут, ай да ну его нафиг такие выборы, опять мне не за кого голосовать. И поэтому мне кажется, что явка протестного электората, конечно же, будет. Она, конечно же, тесечется в основном к Тихановской, если ее допустят до бюллетеня, если нет, то, наверное, к Дмитрию. Но очень вряд ли, очень вряд ли, явка будет ровно такой же, какой могла бы она быть при Бабарико в бюллетене. Дальше у нас остается вопрос протестов. И здесь, честно говоря, вне зависимости штабов, я вот здесь, наверное, единственное место, где я поспорю с Юрием, не закончилась площадь. Это для меня довольно однозначно. И протесты будут 9 или 10 августа, вне зависимости от того, какую позицию займут штабы. Штабы могут лишь увеличить или уменьшить их количество и каким-то образом повлиять на сценарий. Протесты будут точно, к ним призовут в первую очередь владельцы телеграм-каналов, которые находятся за рубежом, а в первую очередь НЕХТа, те, кто ведут сегодня канал «Беларусь головного мозга». Протесты, то есть это не вопрос как бы «Иф», это вопрос, что называется «Вен». Это точно будет. Дальше штабы станут перед дилеммой, как относиться к этому. Относиться ли к этому, как Валерий Цепкало, который успел в видеообращении перед 14-м числом призвать своих сторонников стать в очереди на остановках, а сам не пошел? Или же это будет позиция более смелая? Увидим. Это действительно невозможно предсказать. Но для меня очевидно, что позиция власти, это один из вопросов, который был в анонсе, это как бы какая тактика, что называется, власти, вернее, стратегия даже, там был вопрос. И для меня здесь все довольно, я думаю, для всех, все довольно прозрачно и прозаично. В том смысле, что власть дает понять, что она в том числе работает на недопущение сценария 2010 года. Она в том числе не хочет кульминации всей протестной энергии в один день. Она будет размазывать этот протест всеми силами. И то, что сейчас происходит, это демонстративное такое насилие, даже в адрес протеста, который там велосипедистов этих несчастных и так далее. Это нужно для того, чтобы показать, что толерантность к протесту вообще нулевая. Что не будет позволено этой кампании выйти за рамки тех физических и политических загончиков, которые власть дает. И поэтому я не вижу причины, почему власть с этой тактики может уйти. Это значит, что она будет подавлять протесты. Значит, что, ну, как, в принципе, много раз уже и я говорил, многие говорили, что 9 августа у нас будет перекрыт центр Минска и интернет. Наверное, Михаил лучше расскажет о том, что это может значить. Но так или иначе, дальше все зависит от числа, от числительного. Будет ли это четырехзначное числительное или пятизначное числительное в Минске в первую очередь. И мы этого не знаем. Этого не знает никто. И от этого многое зависит в плане и чем закончится день выборов, и в какой стране мы будем жить, я не говорю, в какой власти. Я все-таки думаю, что сил вряд ли хватит на свержение власти. Но насколько закручены, насколько долго закручены будут гайки. Потому что травма 2010 года предопределила следующие годы. Насколько сильна будет травма для власти этого года, 9 августа, предопределит 2020-2021 годы в Беларуси. Я думаю, что, наверное, последнее, что я хочу сказать, что еще интересно для меня, по крайней мере, как будет построено принятие решений в этом новом штабе. Вот в этом объединенном штабе. Потому что если вы посмотрите на доверенных лиц Тихановской, то там такая титульная оппозиция. Причем половина из них это протестная оппозиция. Это просто европейская Беларусь и вперед. И классические оппозиционеры, которых все уже вроде как списали. А теперь оказывается, что это они будут, видимо, в дебатах и на телевидении обращаться к людям. Хотя, может, Тихановская и сама пойдет. Как будет распределяться принятие решений? Какой голос будут иметь люди Бабарика и Цепкала? Какой голос будут иметь доверенные лица из европейской Беларуси? Какой голос будет иметь сама Светлана Тихановская? Я не знаю этого всего. Это все очень интересно, потому что это такая стихийная попытка консолидации без праймарис, конгрессов и всей этой прочей неработающей, как показывает практика ерунды. И вот это интрига в каком-то смысле, потому что это такой прообраз будущего коллекционного строительства в Беларуси. Это интересно. И во многом из-за того, что в этой компании, вот в этом штабе будет много неофитов, будет много все еще тех, кто в эту компанию впервые включился в политику, мне кажется, процесс может пойти намного более интересно и нетрадиционно, чем мы привыкли. Ну, я вот, наверное, на этом остановлюсь и с удовольствием отвечу на вопрос. Спасибо, Артем. Я просто по ходу хотела бы немножко сказать, что мне кажется по этому поводу. В частности, про сокращение возможных сторонников или протестного электората в связи с этим объединением. Мне кажется, в этой ситуации, если бы оно случилось заранее, ты был бы прав, так бы и произошло. Но так, как оно случилось, вынуждено, из-за отстрела, так сказать, других кандидатов, мне кажется, человеческая социальная психология сработает так, что наоборот надежды поднимутся прямо еще на градус выше, и людей, ну, поддержка возрастет сильно. Причем поляризацией, ну, за счет именно поляризации, которую власть сама устраивает. Даже Гайдукевич вынужден уже пойти в штаб Лукашенко как доверенное лицо, понимаете, это просто не оставляет... Валерий, Валерий, я согласен, я просто уточню, чтобы мы зря не ломались в одну и ту же дверь, не ломились. Я говорил о явке. Я уверен, что в поддержке Тихановская сейчас, разумеется, выиграет. Ну, кого еще? Мне кажется, явка тоже будет очень высокая, если, конечно, что очень-очень вероятно не снимут Светлану, и если они не вздумают объединить штабы, потому что мне кажется, что если они именно сами штабы объединят, ну, это просто беда не будет. То есть они должны просто как-то координироваться, насколько я вообще 20 лет наблюдаю за нашей политикой знаю. Ну, да ладно. Мы хотели по поводу вот этих вот трендов общественных, поскольку компания все-таки происходит преимущественно все же в сети и посредством сети, поговорить с Михаилом Дорошевичем. Михаил, вы нас слышите. Да, мы еще не ставим слайд, да какие-то... Ура! Видите, дорогие друзья, я как бы с предыдущими ораторами вступил бы в легкую дискуссию, и из атмосферы нагнетания негатива все-таки постарался увидеть позитивные вещи, потому что все, что происходит в этом году, оно настолько неожиданно и настолько отличается от того, что было в предыдущие президентские кампании, что мне видится очень не... ну, не очень хорошо характеризующий ситуацию и точно непринимаемый индикатор, это индикатор площади. Вот. Потому что если мы все-таки пытаемся рассматривать ситуацию, то ситуация в любом случае, в любом, не заканчивается 9 августа. Не в любом случае не заканчивается даже 23 августа. То есть если мы готовимся не к короткой какой-то акции, как вот там Артем упомянул, термин которого вообще никто бы не хотел видеть, и тем более индикатор как площадь, и мы думаем о долгой, долгой игре, а долгая политическая игра, она как раз чем хороша, тем, что вырастают новые игроки, элиты, смена элит, ну, в общем, все эти процессы. Конечно, хотелось бы, возможно, чтобы в Беларуси выборы проходили как в США, то есть сначала выигранные выборы за счет использования поддержки социальных сетей, следующие выборы за счет использования профайлинга. Конечно же, это не случится прямо сейчас. Но еще раз буду это повторять неоднократно, надо готовиться к долгой игре. Ну и тут у меня получилось так, что я подготовил пару картиночек, чтобы как-то разнообразить свое выступление. Сейчас какое-то потребуется время, чтобы это поделиться со всеми вами. Видите ли вы мои слайды? Видим, видим, да. Отлично. Смотрите, то есть, опять же таки, то есть во многом, конечно, президентская компания – это коммуникационная компания. И как бы для того, чтобы оценить, какие есть возможности сейчас, какие будут в дальнейшем, ну, нужно использовать результаты исследования, те, что у нас есть, и мы на них должны как-то опираться и строить свою стратегию. И я так понимаю, что у штабов стратегии есть, как бы не сомневались, отдельные политологи, методологи и остальные скептики. А как раз красота момента, что здесь мы сейчас видим и проявление и солидарности, и участие всех граждан. Вот. Но вот возвращаясь к цифрам. Первый слайд показывает источники информации в Беларуси. Это исследование, которое проводится, уже была в этом году пятая волна в рамках программы «ИЮ Добрососедство». Оно было проведено в феврале-марте, это был вопрос лицом к лицу, то есть это было еще в доковидную, пандемическую эпоху. И, как вы видите, основные источники информации для белорусов, номер один — это телевизор, номер два — из уст-уста или сарафанное радио, как могут называть, третье — это интернет. Ну и дальше уже все по неиспадающей, включая вот и социальные медиа, которые выделены тоже отдельной строкой. В телевидении сложилась такая ситуация, что это инструмент, традиционное эфирное или кабельное телевидение для участников нынешней президентской кампании, для большинства ее недоступно. Дальше мы смотрим из уст-уста. И смотрите, какая здесь ситуация. Из уст-уста они должны получать откуда-то информацию. И обычно была ситуация, что белорусы информацию из уст-уста получали из того же самого телевизора. Но ситуация, которая сложилась в этом году, и в частности надо не забывать, что на нынешнюю кампанию оказывают несколько очень важных моментов. Это, во-первых, пандемия коронавирусная, а второй момент — это экономический кризис, который присутствует, и он и связан и с вообще ухудшением экономической ситуации, и, естественно, с экономической ситуацией в стране, когда десятки, сотни тысяч, например, официантов, они не работают. Или когда вы видите закрытые кинотеатры и театры, эти люди находятся в неоплачиваемых отпусках. Это серьезное давление на всю историю с данной компанией. Ну и получается, что у нас есть интернет и социальные медиа. Здесь, на этом слайде, он, к сожалению, показывает еженедельную динамику по охвату белорусской интернет-аудитории компьютерной в период с января по май. Здесь видно о том, что, например, охват новостных ресурсов и возрос в несколько моментов. И это несколько моментов были следующими. Вот пиковые значения, достигнутые в марте и начале апреля, это было связано, когда начались колебания белорусского рубля, второе, и закрытие границ, как у наших соседей, что тоже оказывает и экономическое давление на ситуацию, происходящую в стране. И пиком явилась та ситуация, когда 2 апреля произошла первая смерть, связанная с коронавирусом в городе Викинске. И это был абсолютный максимум, когда вот произошло такое событие, которое оказало большое внимание людей, привлекло к новостным. Ну и вы видите, что сверху находятся такие агрегированные вещи, как социальные медиа. И в частности, такое социальное медиа крупное, выделенное отдельно под названием YouTube. Про YouTube мы поговорим чуть дальше. Если говорить с точки зрения мониторинга социальных медиа по числу упоминаний, то есть это без учета оценок, то есть тональностей, потому что, естественно, упоминания могут быть как нейтральные, так и, естественно, негативные и позитивные. На данных вот графиках, видно, построенных 20 мая по 14 июля, очень виден характерный пик. Пик виден в районе 29 мая, это когда задержали Сергея Тихановского. Потом серьезнейший вот синего цвета пик, это когда было задержание Виктора и Эдуарда Бабарико. Как вы видите, на синем графике пик вот в районе 14-го, это число упоминаний после того, как произошла нерегистрация в качестве кандидата Виктора Бабарико. Ну и желтым цветом, это действующий руководитель страны, ну и вы видите, что во многом он был сначала в мае и в начале июня сопоставимым с Сергеем Тихановским. Дальше произошел резкий рост числа упоминаний Виктора Бабарико, потому что это все-таки новая политическая фигура. Естественно, потом они все уменьшились и оказался он более доминирующей позицией, но тем не менее. Вот здесь еще один пик, который бы я обратил внимание перед 14-м, это 9-го июля, это когда было штабом Бабарико, опубликован фильм, который рассказывает про Виктора Бабарико, чтобы люди больше узнали, что же это за человек, какое его прошлое, воспитание, его семья, ценности и так далее. Ну и теперь переходим к социальным медиам. Такое, знаете, достаточно, чтобы показать, что ситуация изменилась, и как раз вот люди, которые поддерживают, и как Валерия Цепкало, и Виктора Бабарико, они скорее не связаны с протестом. Эти люди бы не хотели протеста. И то вопрос мой будет вот такой вслух, а какая же вторая по популярности социальная сеть в Беларуси после ВКонтакте? Вот, Валерия, как ты думаешь? У меня был отключен микрофон. Я думаю, Ютуб, нет? Что? Ютуб, Ютуб ведь? Ну, Ютуб мой отдельно все-таки. Это социальные медиа. Это синема. А согласен, ты очевидно? Нет, я думаю, то, как Михаил демонстрирует слайды, и то, что мы видим в следующий слайд, на превьюшке нам подсказывает, что это Инстаграм. Вадим правильно догадался, Инстаграм. Инстаграм в Беларуси популярнее, чем Фейсбук. И это нужно учитывать. И смотрите, какая ситуация. Здесь скриншоты трех потенциальных кандидатов и одного телевизионного канала. Если говорить про Виктора Бабарики, у него сейчас 289 тысяч, то есть почти 300 тысяч подписчиков. И заметьте, это подписчики из Беларуси. Это не стандартные инфуенсеры светские, которые ориентированы на более большие кириллические ренды. Валерия Цепкало тоже достаточно большое число, 93 тысячи. У Сергея Тихановского это 75 тысяч. Ну и вот официальный аккаунт телеканала ОНД. И тут, во-первых, меня удивляет о том, что там написано в подводке «Выборы 2020 в Беларуси данные социоисследований». И смотрите, какой здесь очень важный момент. Про людей, которые поддерживают как Виктора Бабарика, так как и Валерия Цепкало, и та часть, которая связана, конечно, с Сергеем Тихановским, который звезда YouTube получился. Какого рода картинки, то есть в каком решении, в каком ряду это все находится. То есть мир на самом деле очень трудно удерживать в одних и тех же красках, как он был в 1994 году и в 2020. Мир изменился. Люди хотят каких-то изменений, люди хотят изменений реформ. Они хотят реформы, в общем-то. И реформа – это слово не негативное, оно позитивное. Ну и последняя картинка, чтобы дальше все-таки о чем-то поговорить, она вообще очень странная. Она про вирусность распространения новостей. То есть это не с точки зрения, сколько новость прочитала, сколько ее лайкнуло. И это как быстро новость распространялась. И вот это график за ее. На нем четыре вот пика, которые показывают. Пик номер один – это когда была новость о том, что министр информации сказал о том, что власти будут принимать решение, какую информацию. Ну, обезопасивать людей от негативной информации, я вот точную формулировку не приведу. Второй, самый большой пик. Это самая большая неожиданность. Это пик был тогда, когда связанный был с тем, когда начали задерживать близких людей для Виктора Бабарико. И это был, наверное, какой-то сигнал о том, что получится не совсем конкурентная история и гонка. И третий значок – это как раз живой стрим на том же YouTube радио «Свобода». И четвертый. Четвертый – вот это очень долгое, очень грустное и в то же время про солидарность история. Это когда задержали врача-онколога, который вообще просто шел по улице. И эта ситуация, как его задержали, в том, что люди, его семья не знала несколько дней, где он находится, штраф и так далее, оно, конечно, потрясло людей. Ну и что можно сделать, какой вывод с большего? На самом деле, я бы все-таки именно говорил, что вот тот же упомянутый Валерий YouTube, на YouTube еще нет ни у кого с хорошо сформированного канала, канала с регулярными какими-то передачами, или какими-то, ну, регулярного этих канала. И это возможность. Это очень хорошая возможность, и это потенциал. Есть социальные сети. Я показал о том, что насколько популярны политики могут быть в социальных сетях. И посмотрите фотографии у Виктора Баварики. Сегодня я слышал, что там озлобленные люди проявляли тем, что они хотели подать жалобу в Центральную избирательную комиссию. Но это, наверное, какие-то жутко постановочные фотографии. Но, наверное, я ни одного злого лица не увидел. Вот. То есть получается, что возможностей достаточно много. То есть многое невозможно, но мир меняется. Мир меняется в лучшую сторону, я все-таки надеюсь. И возможностей есть много. Да. И смотрите YouTube. Вот вчера, к примеру, я видел, что стрим Радио Свобода, опять же, так и смотрело более 20 тысяч человек. Посмотрите на YouTube какой-нибудь France24, сколько одновременно людей, очень глобального канала, англоязычного, смотрит. 20 тысяч человек, которые одновременно смотрят. просто, условно говоря, очередь в административное здание. О, это очень сильно. Как-то так. Да, понятно. Спасибо. Я бы добавила к этому. Меня слышно, да? Да, слышно. И видно. Да, что и видно, да. Что вот эти вот возможности, если вы, они действительно большие. И учитывая, что до сих пор и Цепкало, и Бабарика, и его штаб, и Тихановский до того, как он сел, но, собственно, его коммуникации сети остаются, кроме YouTube, он там не заполняется, по-моему, уже давно. все они, ну, объединение вот в этом смысле может еще больше увеличить их аудиторию. И я еще хотела сказать вот про эти места в прудах. по поводу того, что их очень мало, этих мест, где можно собираться, но ведь власть, получается, сама устраивает вот эти очереди. То есть, я так понимаю, что если будет какая-то встреча с кандидатом или доверенным лицом Тихановской, объединенными штабами, то число людей, которые захотят на эту встречу прийти, может просто не уместиться в те места, которые для этого предназначены. И к ним образуется опять очередь. Риск такого, я думаю, достаточно велик. Я бы хотела, чтобы Олеся Рудник рассказала, как она видит эту ситуацию и общественное настроение и ну, возможные варианты дальнейшие. Олеся, Валерия. Я, по-перше, хочу сказать, что полову с того, что я думала сказать уже до дома, сказали больше досвеченные эксперты, але хочу отзначить, что я, коли думала про темы этой разговоры, я разглядала сценары развития у залежности от метов, якие кандидаты, эти штабы кандидатов могут перед собой поставить. И, кали мы у першую черву кажем про то, что некие кандидаты различиваются на то, как выиграть эти выборы, то, конечно, мне хочется сказать, что это вельми наивно и это наурация сбудется. Тому я лишу, что большинство кандидатов различуют, а заинтегровать громадскую подтримку, альбо не допустить фальсификации и доведаться и реальных кандидаты, эти штабы спрабуют арендоваться на объединение и формование политичных элитов для того, как выиграть некие наступные выборы у неких наступных компаний. И, в зависимости от этого, конечно, есть разные варианты. Кали мы скажем про интеграцию громадства, про недопущение фальсификации. Мы уже бачим первые кроки трех штабов по объединению. Было бы выдачно в ближайшие дни побачить, как штабы Черешня и Дмитриева так само приедналися к этой великой инициативе. Потому что с моего пункта увлечения это, конечно, эта компания не про то, как выиграть эти выборы. Это компания про показать, что белорусская оппозиция здольна для того, как объединяться, даже если она новая и свежая. А так само эта компания про то, как узбудзить белорусское громадство, которое мы уже видим, находится в таком состоянии, в котором открываются очи, в котором становится разлованным. И оно готово для пелных смелых кроков. Или кроков больше смелых, чем ранее. И кали вернуться до интеграции громадства, мне подается, тут важно, как штабы подумали про объединение компаний по назиранию за выборами, потому что зараз есть минимум три, а кали дадим традиционные компании по назиранию, то и больше. Компании, которые собираются продухлять не махчимость фальсификации на выборчих участках, и тому они сбирают и колька свеликон азиральников, и навучают их, и так далее. Поэтому мне хочется сказать, что тут вельми важно, как для якосного выполнения этой задачи, для недопущения фальсификации, альбо для выявления для того, как выставить фальсификации на широкий громадский уровень, конечно, треба объединять и эту инициативу так само. Калі хачу просто коротко вернуться до ваших кементаравалер на конт того, что улада сама фармирует гэта черги. Мне подается, что у гэтым есть махчымас в окно махчымас якое треба выкарыс того. Потому что калі мы скажем про то, что затримать могут навод у чарзе, навод на пикеті, где люди подписываются за пыльных кандидатов, то мы скажем про то, что гэта некий больше централизованный протест, який може быть все ж таки вельми небеспечным для усіх громадян и я думаю, что калі громадяне сенсовуюсь, что любых выход на улицу може навод поход у краму за молоком може скончиться затриманем, я думаю, что тут вельми важно донести до громадства не веду яким членам телеграм-каналы альбо штабы про то, что все ж таки треба выходить летний кожный у своем районе тому, что децентралізація протестов і такое размеркавання, растасавання их не тое, што ўся украиня навод не веду, навод по кожным районе кожного города гэта гэта вельми добра. Канешне, калі кожный шалвек будзе сядзець ў себе ў кватэры і там децентралізованна протеставадзе, гэта не принесе выніку, але все ж таки, калі мы кажем про шмат лакальных протестав, мне падэцца ў гэтым ключы гэта больше эффектыва, тому што ў дзержавы просто-напраста абвяжванай ресурсы, гэта протесты контраляваць. Хачу звернуцца таксама да знов такі мэтаў махчымых мэтаў зарегістраванных і не зарегістраванных кандыдаў, калі мы кажем про тое, што задача кандыдаў гэта Кашэнка на выбарах, што таксама даволі такі наивна, але з гэтага пункту влежыня канешне ўссе павінны зняцца з выбару і працаваць на штаб Тихановской, яку ўвыніку таксама могут зняць. А выскалі Тихановску знимыць з выбару, то мне падэцца, што, канешне, лябі пакідаць гэтэ выбары і павышаць градус гэтага фарсу, каб ў выбаршай кампані засталіся выключна Лукашэнка і Конопацка і просто гуляць грамадскім меркаванні і імкнуцца ўсімі спосабамі просто паказаваць які парушэнні, які яшчэ казусы адбывацца ў Беларусі. Тому што ўсё ж такі тряба не забываць, што кампанія 20-20 гэта пра тое, што беларускай грамадства палітызуюцца і палітызуюцца маладое беларускай грамадства. Гэта вельми важна, таму што мы кажым не толькі пра тое, што адкрыліся вошы ў тых тураней глядзе ў тэлі башні, мы кажым пра тое, што зацікавіліся палітыка маладые людзі. Вельми важна гэты патанціал выкрістаць зараз, не глядзіш на то, што альбо не абавязково факусавацца на тым, каб зараз нешто дамагшыся ў гэтых выбарах, таму што гэта вельми тяжка, але ўсё ж такі накероваць гэту энергию, накероваць гэты импэт, які зараз сясны ў штабах, приедна ашы для іх яшчэ два штабы, на тое, каб развіваць грамадзянску супольнаць. Таму што мы ведам, што моцная грамадзянска супольнаць гэты ўсё ж такі адказ на ўсё. І хачу яшчэ напэлна напэлна я хачу просто апошнін рэш адзначыць. Мы сёня не казалі пра мноха пра міжнародный имидж Беларусі. І я паколькі знаходжуся сама ў Швеці, заусю догляжу якбы на гэта с такой міжнародной карціны. І мене падаяцца, што зараз вельмі важна паклаці так сама ўсё макчым айрэсурсу на тое, каб павысіць абвастрыць гэтыў праблэму ў вачах розных країнаў. І мы кажам не толькі пра країны ёрразвязу, мы кажам пра розных вялікіх і малэнькіх актороў ў тым ліку яких бізнес-партнёру ці гандлёвых партнёра Беларусі. І то, што ўлада гатова рэзыкаваць сваім міжнародным іміджам і для таго, каб захаваць сваю ўладу, захаваць свой статус кво, гэта ўжо не з'являцца сюрпрызам для когось, і таму не падаяцца, што трэба гэта апвастраць і інкнуцца таго, каб з'являўся некі аформлены, дипломатычны, моцны і об'єднані відказы з Сахаду. Дякую, Олеся. Действительно, мы сейчас в конце перешли к обсуждению всекориста международного в этом контексте. У меня, например, есть ощущение, возможно, моё субъективное, что, ну, скажем так, хотя мы видим, да, сейчас действительно растёт международное внимание к Беларусі, к её проблемам, причём растёт с разных сторон, но у меня есть ощущение, что многие, скажем так, активная часть общества, особенно та, часть общества, которое помнит 2011-2012 год, многие, скажем так, опасаются издержек того и не хотели бы повторения 2011-го года. То есть, насколько это грустная изоляция для власти, но, возможно, и не самая лучшая для какой-то Беларусской активной части общества. И, наверное, большой вопрос и для европейских политиков, и для всех факторов внутри страны, это, собственно, как сделать так, чтобы вот это заострение проблемы Беларуси в глазах международного общества, чтобы оно приводило к каким-то позитивным эффектам для происходящего в Беларуси, а не к негативным, чтобы просто Беларусь не закрывалась сама в себе и её оставляли на произвол судьбы в рамках, так сказать, красивых слов о том, что мы игнорируем какую-то плохую власть. Потому что всегда произвучают слова еврочиновников в том, что да, вот эти санкции против власти, поддержка общества, но при этом часто на практике не очевидно, как что из этого действительно получается. Я не знаю, может быть, Юрий, Артём, что вы думаете по поводу вот этого международного контекста, насколько от него может быть польза, насколько вред, а насколько он вообще ни на что не сможет повлиять, чтобы там кто-нибудь не заострял. Артём, Юрий, кто может? Ну, давайте я начну. Я хотел бы только одну ещё фразочку добавить. И у Михаила, и мне кажется, у Олеси был этот рефрен очень важный про то, что эта компания не про 2020 год, а про то, что это марафон. Я не был зрелым человеком в 2001 году, я не помню компанию 2001 года, может быть, старожилы мне напомнят, но мне кажется, в 2006 году, 2010 году, 2015 году звучал аргумент про то, что ну зачем мы зацикливаемся на этом году, ведь перемены вот только начинаются с этого момента, вот сейчас-то вот вот с этих выборов начнётся наш марафон. Поэтому я всё-таки предлагаю чуточку опуститься на землю белорусской реальности, в которой именно выборы становятся катализатором общественного интереса к политике, а после него для того, чтобы поддерживать тот же уровень интереса, недостаточно просто ярких инстаграмов, потому что люди возвращаются в свои ракушки и прекращают следить за тем, что вообще в их мировоззрении не имеют шансов на позитивное изменение. Выборы хотя бы на каком-то уровне воспринимаются как момент этой истины. А марафон после выборов, это, конечно, интересно для штабов, но такой же степени публичного вовлечения я сомневаюсь, что возможно будет достичь. И это... Я сейчас работаю не в режиме призывов, чтобы просто понимали, потому что мне кажется, что у нас иногда дискуссия идёт чуть на разных треках. Я сейчас говорю не о том, как надо делать или как не надо, а о том, как будет. То есть о том, как надо и не надо, можно вести отдельную дискуссию. Что касается европейского трека, здесь тоже я не предвижу возвращение к 2011 году, если белорусская власть не выбросит чего-то абсолютно такого брутального, беспрецедентно брутального. то есть мне кажется, что вот эта вот планка, санкции, условно говоря, планка изоляции, она повысилась очень сильно для Беларуси по разным причинам. И геополитика в том числе, и нежелание выкидывать пять лет работы в мусорку, и ощущение того, что санкции не работают с точки зрения Евросоюза. В Блюсселе это очень распространённое ощущение, что санкции нас ни к чему никогда не приводили позитивному, хотя с этим тоже можно спорить. Но я думаю, что простого повторения десятого года с разгоном акций с десятками политзаключённых в этот раз может даже быть недостаточно для санкций. И поэтому внешний фон, я имею в виду на западном направлении, разумеется, ухудшится, но он ухудшится не так драматично, мне кажется, не так без возврата. То есть, условно говоря, если белорусская власть, её травма, её стресс от 2020 года закончится в течение того же 2020 года, 2021 она, например, потратит на восстановление каналов коммуникации с Западом, утерянных в этом году, то в принципе в течение года полтора даже при сегодняшнем размахе репрессий, я думаю, возможен возврат в какой-то нормальный диалог, может быть, без контакта на высшем уровне. Но мы не должны исключать сценарий, при котором белорусская власть превзойдет саму себя и покажет какой-то новый уровень брутальности, за которым европейские столицы и США просто не смогут помолчать. Дай бог, конечно, этого не произойдет. Да, я хотела сказать про поддержать в вопросе «что будет потом?» Я полностью согласна, что, во-первых, это мы всегда так себя прямо утешали или политики себя так утешали и нас, общество, что вот потом мы что-то там сделаем, какое-то движение там «Рук за свободу», например, массовое. или еще что-то в этом роде. И, конечно, ну, то есть интересы людей к политике после выборов падает просто очень, ну, просто очень. Настолько до низких каких-то значений, что все это становится только подготовкой к каким-то другим этапам политизации, которые там случаются в дальнейшем. Опять-таки, это чаще всего выборы. Но вот, что я хочу сказать, что этот год, как мне кажется, будет отличаться от предыдущих послевыборных годов тем, что вот это выросшее, вот мне кажется, что вот это то, что выросло за эти годы гражданское общество, оно выросло в том числе и потому, что 15-й год был таким травоядным. и власть расслабилась и не чувствовала опасности. Сейчас, мне кажется, мы не выйдем из периода репрессий после 9 августа 2020 года. Они будут не настолько брутальные, как сейчас, но я думаю, что зачистка и бизнес-сообщества, и гражданского общества фактически неизбежно. Ну, серьезное, скажем, прореживание. Поэтому говорить о том, что мы что-то сумеем сохранить на следующий этап или даже развиться, ну нет, это, мне кажется, как-то слишком оптимистично. Я смотрю, Михаил тянет руку и хотел бы что-то сказать. Юрий еще хотел, ему тоже вопрос тут задали. Ну, давайте с Юрием начнем. Я тогда хочу крыху дополнить Артема, по тверджане яго думки, танкер поплыв. Цекавая супадзенне, да? Як только в Беларуси была обещана регистрация и у зладжанных гэты пагром тых, кто протеставал, поплыв черговый американский танкер. Ему это не перешкодзяла поплыть. И, калі вы звернули увагу, то американская реакция, это дзивно в адрознене ад па передніх выборов, шо-шостага, десятага, вот мне, наприклад, поддаеца боч мягка, чем европейців. С того берега гласы пра санкции я, наприклад, не чую, тому, што, якби, більш брутальна геополітика, вось, і тому я не выключаю, што в этом сенсі, якби, червоная линия, што можна Лукашенко, у Америки, она в этой, при намсі, вот в этой, в этом выпадку, навіть більш, якби, гнутка, чем у европейців. І я ще я, хоче, ну не той, що заперечить, просто може выказати некі своє меркавання, на кон тих вельмі цікавых дадзінах, які я привел Михаїл, але, видаєте, Михаїл, в психології якби розрозніваються три узроўні особи сприняття, це когнітивне, емоційне і мотивоційне, то есть, що я ведаю, як я ставлюся і як я дзінічаю. Ви розповідали в основному про перші, про когнітивне. І так, саправді, інтернет, інстаграм, все це, так сказати, расповсюджується, і гэтаг далі, вілізарні абйомы, і так, це, так, це, саправді, реальнія зміна. А на колькі це перетворається у дзіяння? Причім, дзіяння не тільки там, що люди выходят на площу, на колькі це, якби, психологічна ціск на пълних людей. Вот, скажем, та ж Йермошина, коли она при малороженні не зарегіструвати бабарику, вот она чомусь тіне разважала, ой, блин, що ж со мной зробити в Фейсбуку, що ж со мной в Інстаграме, да хрен с ним, що б не зробили, я все равно буду робити так. І вот, даречі, ще одне поровнання цікаве, в 11-м годі, коли в Єгипці почалася революція, там уже реально почалася революція, вышли люди на вулиці, поліція почала стралять с самого першого дня, министр обороны, призначен іму барокам сто разів, так сказати, на наступний день сказав, армія в це вмешиваць не буде, всього тільки вмешиваць, він не сказав, що она перейді на бок народу, але це вже було послання, це була дамовлення, недамовлення, під тиском Фейсбуку, інтернету, інстаграму, хрен ведаю, я не ведаю, але тоді министр обороны сказав, що так, і це було, якби, вже зробінь, мотиваційне. А у нас, спадаравко, ви пам'ятаєте, що сказав, каліше ніяких там, ні стральбы, нічого, сказав, адваротная, армія буде страляць, армія буде дзенічаць, калі довядецца. І в этом сенсі, і на яго, і не інстаграм, ютуб, фейсбук, всі вони чамусь ці не падзенічали. Так, што, ті і лічбы, про які ви сказали, це вельми цікаво, це вельми важна, махчыма, калі небудь, якби, гэта сітуація спустіцца з кагнітивного взровня, на мативаційне. Але ці спустілася, яна, уже зараз? Ну, вот, на взровні з подару Равкова і з подаруня Ярмошіной, ні. Дякую, Юрій. У нас була рука Михаила, і, ще, віжу, ще в чаті, теж є вапроси. Міхайл? Віжу, з печатью і ліраєю. Я кажу, о том, що в цьому гаду поменялась ситуація в тому смыслі, що із уст-уста, котрій, сарафанне радіо, ось почало работать не іним спосібом. Коли нам із телевізора говориться одна історія, а люди знають із інформацію інформацію інформацію, а якщо це ще не дай Бог інформація, я кажу в даному злічі про коронавірусну пандемію. Тому що як-то ісключаються триггери. Тобі ми як-то все ровно говоримо про 9 августа, плосше, і все, протест і так далі. Ну, не так це все. То есть, опять же таки, мой призыв был про рассказ про коммуникації, і можна, конечно, звітленно упомінать з інстаграм, ютюб, це каналы коммуникації, вони доступні. Я не говорю о том, що можна в цьому ефіре якого-то крупного белорусського національного телеканала. А пока це невозможно. Але я кажу це пока. Тепер, возвращаюся к тому, що говорив Артем, я помню 2001 год і даже 96-й, і 94-й год, тому що в 94-м гаду я даже участвував тогда уже в мониторингі президентській компанії. І саме дивітельне, що мониторинг не сильно к сожалению змінился с тех времен. Кандидатів змінились некоторые, а некоторые остались прежними. 2001 год не характеризовався тем, що ми що-то зробимо после цього. Якраз 2001 год я хотів би напомнить, що вибори були в воскресенье, а в понедельник случилась террористическая атака в США. Вот це таке неудачне совпадення, і якби, да, коли защитники дома білшерпрофа, вони просто утром вышли з цього здання, і на цьому все збільшого прекратило. Була компанія 2006-го года, і я б хотів повернутися к компанії 2010-го. 2010-го года, тут я соглашусь с Артемом, в тому плане, что с точки зрения интереса к новостям, как раз президентська компанія, она совершила самый большой рывок, в результате которого вот этот интерес на уровне 50% интернет-аудитории, он сохраняється в общем-то і до нынешнього дня. Но самым пиком явился 2011-й год. Я бы хотел напомнить, что в апреле 2011-го года произошла трагедия в метро, это самый-самый пик, и такого больше не было. Ну, и потом, конечно, тяжелая экономическая ситуация 2011-го года. Но и вот возвращаясь к комментарии Валерия, о том, что всегда были надежды, что вот, компания закончилась, но мы что-то сделаем после нее, а потом это тихо и мирно уходило в песок. Ну, в общем-то, здесь другая немножко ситуация. Скажи, Миша, а как ты думаешь, ну, это просто совсем частный вопрос, возник, пока ты говоришь. минуту, а вот на ТВ имеет ли смысл идти кандидатом, ну, в частности, Тихановской? Естественно, телевидение, потому что, смотрите, тут такая вещь, о том, что, опять же, все мы отличаемся друг от друга, и мы отличаемся и политическими взглядами, воспитанием, интересами и настроением, и, соответственно, у каждого из коммуникационных каналов есть своя целевая аудитория. И, да, как бы, для нас, вот, я услышал и от Олеси, и Артем ссылался, вот, упоминание про телеграм-каналы. Нужно ли идти кандидатам в телеграм-каналы? Вот, я, на самом деле, вот, уже нахожусь в такой консервативной позиции, я считаю, что не нужно идти настолько в телеграм-каналы. Вот, но есть другая, очень серьезная группа, более старшая, возрастная, которая продолжает смотреть телевидение, и телевидение для нее это важный источник информации. опять же таки, возвращаясь ко всем слайдам, и вообще во всей истории, количество людей, которые ежедневно потребляют новости и вообще смотрят телевизор, традиционный, потому что, ну, вот тут можно дальше дискутировать о том, что, ну, YouTube это тоже отчасти какой-то телевизор с бесчисленным количеством каналов и с каналом тех же каналов, да, вот, но существуют различные целевые аудитории, и получается, что, условно говоря, нас, здесь, находящихся в Zoom-конференции, в чем-то убеждать или как-то склонять не нужно, мы телевизор посмотрим просто как, ну, новый, возможный дополнительный источник информации и потом, кстати, обсудим в тех же каких-то социальных медиа, в тех же мессенджерах и так далее, во всех доступных, или пойдем вот встретимся где-нибудь в третьем месте и это поговорим в более комфортной ситуации, но очень большая группа людей, которые потребляют информацию с телевизора, и телевизор для них очень важен, то есть, я еще раз вот подчеркнул тут мое мнение о том, что существенным триггером марта и апреля случился именно тем, что телевизор очень начал противоречить другим каналам по информации касающейся коронавируса. Ну вот, я ответил, нужно ли идти на телевизор? Понятно, да. Обязательно. Ну, позовут на радио, тоже нужно идти, будет первая полоса в газете, тоже надо. Это все же, это все компоненты, потому что, конечно, число людей, которые потребляют из всех источников информации, оно очень небольшое, но люди потребляют из разных, и разные люди потребляют по-разному. И есть группы, которые совсем-совсем будут, и мы их не должны доучитывать, потому что, в принципе, мы действительно, такая ситуация, что мы ориентируемся на городское, высокообразованное население. И действительно, этому городскому, высокообразованному населению вот эти все конфликты с силовыми структурами, но это да. Но, как бы, ожидание, что это подтолкнет, например, к рабочему классу, нет. Хотя, опять же, процент сельской местности достаточно велик, малых городов и так далее. То есть, они, как бы, вот в ожидании, им нужны какие-то понятные сигналы, импульсы, и вообще, как бы, свое... То есть, да, условно говоря, в сельскую местность ко многим ты с Инстаграма не придешь, но когда сын, который был на заработках в Российской Федерации, сидит дома и денег нету, то тут не про Инстаграм и Ютюб. Спасибо. Хочу дать слово Андрею Лаврухину он просит прокомментировать. Андрей, ты нас слышишь? Да, да, коллеги, добрый день, спасибо большое, Валерия. Я сейчас даже визуализировался, мой тут такой деревенский лофт. Ты можешь чуть-чуть что-то отбинуться, чуть-чуть. Я вот хотел бы обратить внимание на один такой важный момент, который вот и Артем, и коллеги затронули, что в этот раз вот такая протестная активность, они небольшие, спорадически возникающие, стали происходить задолго до самих выборов, и вот есть такая инерция устойчивая, что вообще-то самые массовые как бы вроде выступления должны планироваться на девятое число. Вот, но в общем, как показывает опыт, это как раз такой совершенно в каком-то смысле, на мой взгляд, проигрышный вариант, потому что уже выборы состоялись, они, значит, легитимированы ЦИК и прочими всеми процедурами, которые пройдены. Вот, и поэтому они были, в общем, похожи на то, что мы после драки махали кулаками, да, граждане. В этот раз ситуация иная, она стихийно, естественным образом, так складывается, что очень много всяких спорадических протестных настроений, и мне кажется, что если вот это протестное движение будет набирать силу, да, и приобретать какие-то масштабы такие, когда впечатляющие, республиканские, национальные масштабы, тогда это может быть инструментом воздействия на самые процедуры, на сам ход, да, самих выборов, ведь именно в них состоит проблема. Вот. Ну, и здесь, в этой связи, конечно, действительно, вот этот вопрос, который Ольга задавала в чате, актуальный, что насколько этот объединенный штаб будет в состоянии сформулировать такую повестку, которая бы могла учитывать эти протестные настроения и не прятаться от них, не стараться как-то вот уйти от этого, а напротив, ну, в меру, естественно, там, понятное дело, это не должно быть, наверное, и никто и не хочет таких откровенных призывов, но, в то же время, вот, это умное управление, естественно, складывающимися протестными настроениями, которые могли бы приобрести вот такой масштабный характер. Вот, ну, и в этой связи тут, конечно, есть еще одна вторая мысль, это первая как бы, вторая мысль, связанная с тем, что все-таки, вот, когда речь идет о примыкании, значит, переходе, снятии, собственно говоря, с президентской гонки Дмитриева и Черчня, как минимум, да, ну, в Конопадске там, похоже, вопрос понятный, к сожалению, здесь возникает такое опасение, я его в чате уже выразил, что если, допустим, предположим, в этой нестандартной же ситуации оказывается, что там, снятие той же Тихановской по каким-то причинам, тоже, ну, как бы, это такая процедурно, очень сложно представить, как это, но если очень большое желание есть, мы понимаем, что все возможно. И в этом контексте возникает вопрос открытый, да, вот если мы держимся за идею, которую Андрей Вардамадский на прошлой встрече выразил, позапрошлой, о плавающем магните, оставляя Черечни и Дмитриева как запасные варианты, в случае снятия Тихановской, значит, этом, да, вот протестный электорат может перемещаться так от одного к другому, это не исключает, безусловно, базовых договоренностей между всеми тремя солидарными, в принципе, да, в основных все-таки мы предполагаем кандидатами, но одновременно это может сохранять такую подушку безопасности. Ну вот это такие идеи по ходу, да. Что же касается, вот первое еще раз, я хотел бы сказать, что на самом деле, да, можно сказать, что власти пытаются этими сбить, значит, протестное настроение до самых больших массовых, но одновременно мы же ведь понимаем, что на самом деле эффект обратный, настроения, наоборот, возгораются с новой силой, и с той стороны тоже появляются сомнения, потому что угроза, когда она так медленно нарастает, когда появляются действительно ведь риски и сдержки и со стороны властей, и конкретных людей, индивидов в черном, которые там стоят и понимают, что у них есть еще жизнь после 9 августа, что их записывают, а сейчас акции очень важные, большие такие проходят, да, когда истории поднимаются, когда становятся они героями, антигероями, да, как бы такими дня, вот, и появляются новые интересные акции, вот, например, сегодня я также, значит, видел такую акцию, которые, они спонтанно возникают, как такие вот инновативные, да, движения, ну, помимо того, что собираются постоянно деньги на поддержку тех, кто, кого посадили, значит, появляются люди, которые готовы брать детей, в случае, если кто-то идет на протестные, да, там, сиделками работать, вот, много таких новых, вот, акций, например, последнее, это айтишники и предприниматели, которые предлагают членам ЦИК и ОМОНовцам, значит, если они не будут участвовать в этом цирке, им предлагают переобучение и устройство, гарантируют представителей, значит, айтишников и предпринимателей. Это тоже новые акции, таких раньше не было, массовых, таких вот солидарных действий со стороны отдельных групп, спонтанно возникающих, которые получали поддержку. И в этом смысле, мне кажется, вот эта волна, как бы, ну, такого нестандартного, нетривиального реакции граждан в разных, да, так сказать, исполнениях, тоже имеет важно понимать, что та, с той стороны стоит сила, но ведь и там понимают, что одной силой на штыках сидеть неудобно, да, как бы на штыках жить неудобно. И сама эта солидаризация, вот если она будет, если она произойдет, сам факт этого происхождения, у нее тоже будет своя инерция, то есть, которая будет продолжаться и после даже выбора. В этом смысле, да, конечно, значит, интерес политический будет уходить, но вот эти и обязательства, взятые на себя, и помощь, и сами узы, значит, дружеские и прочее, они же будут работать. И вот в этом отношении, ну, это основание для такого сдержанного, но оптимизма. Вот. Ну, вот такие мысли вслух, которые появились, спасибо. Спасибо, Андрей. Тут еще у нас был в чате, уже Андрей сказал вопрос от Ольги Дрендовой, чтобы не допустить мансплейнинга, как-то, меня имел в виду, когда комментировал. Да, мой вопрос был о том, потому что здесь, ну, почти уже ответил даже. Сейчас я попробую его симулировать. Ну, в общем, про протесты, просто началась дискуссия про протесты, они о чем должны быть, и вот просто кто-то там говорил, да, призывали же и за границей, телеграм, эти, не телеграмы, кто-то, ну, ну, да, телеграм-каналы, сидящие в Польше, это уже все немножко не о том, то есть, если призывать, то уже призывать людей, людям, которые находятся в самой Беларуси, да, это должны делать штабы, чтобы это было более или менее масштабно, это первый момент, и второй момент, ну, люди, которые будут идти под дубинку, ну, это же очень больно, все уже это увидели, они даже должны понимать, они идут ради чего, то есть, просто так, в знак протеста, или какую-то защищать там электоральную победу, ну, я почему про это написала, Тихановская же, ну, не наберет же она электоральной победы, даже с объединением штабов, то есть, людям же как-то надо это объяснить, вот, мне интересно штабы вообще как-то, ну, то есть, вам, наверное, тоже это интересно, да, собираются ли они куда-то людей звать к чему-то, и к чему-то, да, и вообще, то есть, это все настолько сейчас непонятно, вот, слово протест мне сейчас непонятно в белорусском вот контексте, то есть, в день выборов или сразу после, это что, это для чего? Я бы тогда, если можно, прокомментировал насчет того, насчет, как зовут или не зовут штабы к протестам, вот, да, тут же сегодня вспоминали про то, как Цепкало вчера в последний момент призывал выходить, ну, честно говоря, я не знаю, как кто, я, например, с этих пор присутствия Цепкало в Беларуси вообще-то не наблюдал, и даже на объединении штабов, на фотографиях жена Цепкало, на некоторых фотографиях, которые я видел, которые не пошли в такие особо публичные посты, там, руководители штаба Цепкало, но самого Цепкало на тех фотографиях не видел, так что, я думаю, многие штабы просто понимают, что если ты сегодня скажешь выходить, тогда там такое-то число протестовать, то завтра получишь уголовную статью за призывы к несанкционированным массовым акциям. Есть такое ощущение, что многих это сдерживает в Беларуси. Я бы хотел коротко сказать... Извини, да, сейчас спрошу у Вадима, то есть, Вадим, ты считаешь, что все-таки у них этот план есть, но они этого не делают, потому что боятся, что их закроют до выбора. Я не могу сказать, какой у них план есть, но я бы сказал так, независимо от того, есть у них такой план или нет того плана, ну, очевидно, что тот, кто сегодня это скажет, там, не сидя в Беларуси, но очень высокое вероятность, что завтра он будет просто закроет по вполне понятной статье, поэтому я думаю, даже эти с тобой или нет, но многие, у кого такие планы есть, вряд ли они сильно их стремятся заранее озвучивать. Спасибо. Я хотел бы коротко сказать, Оля, по поводу твоей посылки изначальной, о том, что Тихановская точно не победит, а не наберет большинство. Подожди, а как мы это узнаем? Ну, то есть, ты считаешь, что люди, которые выходят на протесты, они в голове имеют точный процент, сколько набрал их кандидат, и решают, на основании этого процента идти или нет. В таком случае, что изменилось бы, если там был Бабарико, как бы узнали о его победе, и как узнают о ее непобеде? Это же всегда эмоция, это же протест, это всегда эмоция, особенно в день выбора. И я думаю, что эмоция за Тихановскую может быть ничуть не меньше, чем эмоция за Бабарико. Причем, что Бабарико, на мой взгляд, далеко не факт, что призвал бы к протестам, если бы он даже имел электоральное большинство. Вполне вероятно, что он бы поступил, как сейчас поступают юристы его штаба, призвал бы писать жалобы, может быть, в комитет он по правам человека, или в межгалактический какой-нибудь комитет. Но я не уверен, что это однозначно привело бы к протестам. А у Тихановской в команде, по крайней мере, люди настроены на протесты. Поэтому тут я бы не стал однозначно ее хоронить как электоральную угрозу. И я бы хотел, по возможности, очень давно руку держит Леся и хочет сказать, мы ей не даем, давайте дадим. Дякую. Я хотел просто на самом речи прокомментировать уже три розные речи, але пошну вот аккурат запошней про протесты. Что мне падается? Мне падается, что по мерковному белорусскому грамадству потребный был по мерковному кандидат для того, как белорусское грамадство могло радикализоваться. Тому то, что отбылось у этой кампании, мне падается, что это просто совпадение кандидатов с профилем грамадства альбо профиле кандидата с грамадством и мы покажем тут про некальки головных кандидатов, как это грамадство пошло просто намацовывать эту белорусскую реальность, которую они могут побачить со своего уласного опыту. И ты, люди, которые стоят в шерках подавать скарги, они разумеют, что на гэтае скарги не будзи нормальнага отказу, они разумеют, что их волосы позднее будут фальсификованы альбо нештайшезами отбудцей. Все, это нам доступно дякую, дякую, дякуючу, таким инициативам, які шмат, кто зараз крытыкует. Шмат, кто крытыкует зараз штаб Бабарыки за то, что яны не закрікают за протесты, за то, что они недостатково крытычно адносяцца до того, что зараз мы бачим толку коликасц политичных зневольных, за то, что яны просят стоять и падавац скарги и так далее. Мне падаецца, что тут вельми важно, я думаю, что Валерия гэты пункт так сама узгадывала в одном интервью с Юреем, яна казала, что добро любое, что отбывац зараз с беларуским громадством, гэта добра, и мне падаецца гэта докладна так, табу, калі мы хошам, каб беларускай громадства заставалася актывным, мы павіны прапановаць некие идеи, некие инициативы, які дазваляюць беларускому громадству выжыць и просто не баяцца, тому што тут, што вельми важно, гэта забеспечить беларускому громадству такую хоць и нейку минимальну, хоць и нейку ненатуральну, але свабоду, и калі яны зразумею, што ёсць адпадаць скаргу, свабода там пастояць ў чарзе, але што ў ях нема свабоды протеставаць, бо ях просто напраста закрыць, то мне падэцца тут вельми важно зразумець ператым я крытыкаваць штабы, які не заклікаць адкрыты до протестаў, што ўж Вадзім так само узгадывал, што мы не можым чакаць, што гэтае штабы, які заснаваны были на на прынцэпі таго, што мы будзім дзейнішаць ўмежах закону, мы падэээмся там на прававую дзержаву гэтакдалей, вельми цяжка зараз адгэтых людзей чакаць адкрытых заклікаў до протестаў, тому, і тут я свартаўся до каментара Юры, тому, нельга адкидваць телеграм-каналы, нельга адкидваць соцяльні сеткі, які на сёняшній ўсё ж такі як не падээцэ зяўляцца асноўным мобилизаторам для вулічных протестаў, тому, што адзіны заклік ад штабаў на ўпрост не падээцца, мы ведам, што аддувайцца далей. Телеграм-каналы ўсё ж такі больш-менш небаспешны, якэта, разумеец, тэхто выходзіць на протесты, і я не лишу, што тэхто выходзіць на протесты прас Телеграм-каналы не зяўляцца праймым электоратам Бабарыкіцць Тихановской. Чаму не? Цалкам макшыма, што людзі просто карыстаўцца розными каналам інформаціў, і мне падээцца, гэта вельмі гэта не трэба адмовляць. Вось, і саццедкі гэдомы, яны не могуць пераканаць ярмошыну, ціка гості яшэ, таму што ўсё, што ярмошына можа зараз, гэта просто якбы каментаваць, як і калі трэба пераназваць тут бай. Але, што тут важна зразумець, што саццедкі могуць пераканаць людзей, які глядзяць на ярмошныць, людзей, які макшыма такі, я думу, што такіх ў широкім масштабу сё ж такі нема, але там людзей, які вераць ярмошны. Тобак гэты інструменты, любые інструменты трэба заховаць і трэба заховаць ў дзень. Як гэтае протэсты будуть фарміраваць? Вакол чого? Вакол таго, што вось мы протестуем таму, што ў нас вынікі выбараў такі і такі не такі, як мы хателі, альбо мы конструюм гэты протэст вакол таго, што ў нас ёсць палецнэ воліны, гэта ўжу не так важна. выкарыстоваць грамацкий потэнциал і таму хачу таксама апеліваць крыху до таго, што Артём козау раней, што беларусы становцца апалитычными пасла того, як сканчаць электоральний цыкл. Канечник, гэта так. І таму вельмі важна, каб гэты штабы паспелі конвертаваць гэты запал, гэту энергию грамацкую, яка з'являцца зараз, ў нешта больша сэнсаванная, і да, гэта можа быць наїна, але махчыма месець назад мы думалі, што наїна лішіць, што бабары, каті запкалу вогуле зберутся і захочатся стаць кандыдатами ў президент. Таму мне падаецца, што калі выкарастаць прайльный момент і калі штабы сёняшніх кандыдатов ўсё ж такі будуть спадзявацца на тое, што я не могуць паспець, злавіць гэтый апошній момент актывнасті беларускага грамаства, то мне падаецца можа атрымацца прайдумаць яшчэсто такіх ініціатыв, як абскардзіць выбары, абскардзіць парушэні на кожных участках, альбо некі інші ініціатывы. Мне падаецца всё это махчыма, і я сподзаваюся, що хоч маленька доля у всі ж такі в цьому здійснеться. Спасибо, Олеся, я хотела бы немного доотвітить Ольги Дрындові. Во-первых, по поводу протестів і прояснить вообще, о чём ми говоримо. Никаких протестів сама оппозиція, ні один із кандидатів не організовував всю эту кампанію. Протесты назначають власть в эту кампанію. Она в скоплении людей по совершенно легитимным, разрешённым поводам объявляє протестами. Власть в эту кампанію назначають протесты, не кандидаты. Так разворачивається эта кампанія. Поэтому не знаю, будут ли призывать какие-то штабы к протестам, скорее всего и нет. Они будут скорее всего призывать, как и прежде, к каким-то легитимным действиям. Но власть это будет назначать протестам. Она своими действиями обозначает эти скопления как протесты. Это одно. И второе проэлекторальные перспективы Светланы. Ну, я вижу там в чате большая дискуссия на эту тему. Мне кажется, во-первых, что я помню, что говорил Бардамадский о плавающем магните, о том, что люди прежде всего хотят просто надежды на новое лицо на месте президента, в общем, не очень важно какое. Второе. Объединенные штабы достаточно ясно сказали о своей цели. Ясно сказали, что они собираются переназначить выборы. То есть выиграть и переназначить нас свободные, честные выборы с ясной, ну, с открытой конкуренции. Поэтому за что выходить? Ну, мне кажется, это прямо ну, вот именно за это, собственно, об этом же говорили люди во всех очередях, которые показывали нам медиа и соцсети. Так что я не знаю точно, как это произойдет из пятого или десятого, но очевидно, что люди каким-то образом выйдут, тут я полностью согласна с Артемом, это просто неизбежность, и выйдут они не на протест, но власть это будет назначать протестом. Вот так это, мне кажется, пока выглядит. Что же касается наблюдения и объединения штабов. Вот эти объединенные штабы, это получается ведь в команде Тихановской сейчас право выбора, ну фактически все целиком, это как раз партийное наблюдательное объединение и честные люди бабарики. Другие штабы, я думаю, правозащитники наблюдают за выборами, не должны и не могут объединяться, они не политические группы, это просто невозможно и не нужно. А другие кандидаты, ну да, было бы хорошо, если бы они как бы ну координировались здесь. Теперь я передаю слово Валерию Тарбалевичу и Галина Кашевская давно ждет своего, своей очереди, она следующая для комментария. Поважанное сподарство, хотел бы так само прокомментовать выступы, ну, наиперш, совместная заява штабу выглядае вельмедзивное. С одного боку, яны закликаюць прейсці на выборы 9-го жнивня и прогаласаваць, а с другого боку, яны патрабуюць проведзення новых справедливых выборов. Одно с другим неек стасуец адренна. Цепер наконт вось тезиса Артёма в тым, что якуя акая розница помеж Бабарыка и Тихановской великой розницы нема, все ровно люди будуть протестовать. Шаму Бабарыку и Цепкала не зарегистровали, а Светлану Тихановскую зарегистровали. Отказ разумелый тому, что у Светлане Лукашенко не бачить серьезного суперника. Не зарегистровали Тих, кто саправды мог отрымаць электоральную перемогу над Лукашенко. Откуль мы ведаем, что за Бабарыку у Бабарыки великая подрымка, ну, по-перше масштаб его инициативной группы, колька подписывал подписов, яки он сабрау, ну, и нарешті ты галасаванні в интернет-ресурсах, где фактично Бабарыка забирау 50% без великой мобилизацийной кампании. А Светлана Тихановская это кандыдат протесту у чистым выглядзе. Яна с самого початку себя презентовала як технічный кандыдат, як чалавека, які не збираецца змагацца за пасаду президента, і яна працягвая казаць, што яна на гэтые выбары іде толькі дзеля таго, каб моральна падтрымаць свайго мужа Сергея. І в гэтым сэнсі ёсць принциповая розніца. Бабарыка мог атрымаць электоральну перамогу, і был сэнс людзям выходзіць на площу дзявятага жыніўня, табыла моцная матывація. Людзі выходзіли, каб абараняць сваю перамогу. А калі перамогі нема, я дарячі сумневаюся вельмі, што той механізм, той прынцып магніта, які сфармуляваў Андрэй Вардамацкі, ён якбы такі моцны, і ён якбы немае межу. Я думаю, што адносна Светланы Цихановська, ўсё, што ёсь меже. Адна справа падписвацца ёё патрынку, каб просто протеставаць праців прававога безмежа ўладов, ізусім інша справа, галасаваць за яе, каб, ну, што называецца, ўручыць ёй бышэйшую пасаду ёржаві. Я думаю, што навад шмат людзей, які вельмі не любець Лукашэнку, ну, якбы с такім адшайным жэстам падтрымаць Светлану на ўраці, на ўраці здольныя. Тому, што далёка не ўсе ў Беларусі, які якім не падабаецца Лукашэнка, заходзець с прынцыпу, хто заугодна, толькі не ён. Я бы тоже хотела сказать. Да? Да. Алло. Алло. Да, Галина. Добрый вечер. Я буквально вот, ну, немножко, может быть, или добавлю, или прокомментирую ваши идеи. Вы очень многим согласны и с Артёмом, и с Валерием, и с Михаилом. На що я обращаю внимание, и по моим ощущениям, то, что я слышу. В этой кампании молодёжь в основном, в общем-то, организовала, можно сказать, протест. И она выходит на эти протесты. И мы видим, что власти к этому были готовы, и они, в общем-то, любой протест, в общем-то, достаточно есть силы, чтобы подавить. Причём, эта молодёжь, она мыслит глобальнее, чем мыслим мы, чем говорите вы. То есть им недостаточно политизировать общество. Они, в общем-то, хотят победы, и даже вот сейчас они обсуждали, когда мы будем объединяться, и когда они услышали, что объединение произошло вокруг Тихановской, то есть они это поддержали. То есть вот здесь уже это такой вопрос, что цели должны быть глобальнее. Лучше пусть они, допустим, выиграть выборы и назначить новые. Мне кажется, их устроить значительно больше, это их больше вдохновит, так сказать. Я согласна очень с Михаилом, вот когда вы говорили насчёт того, что сарафанное радио из уст в уста и ТВ использовать. Вернулись мои знакомые из санатория, и причём я это тоже сама знаю, мы знаем, что регионы, удалённые регионы, ну, деревни, я не знаю, вот они были в санатории в Ружанах. Люди там просто даже не слышат некоторые, не слышали в санатории, работники, они не знают, что происходит в Минске. Понимаете, поэтому вот сарафанное радио работает очень хорошо, и ТВ, если использовать этим штабам, это было бы очень здорово. При этом, я тоже, вот мы все, и вы здесь говорили, я тоже думаю, что очень многие делают ставку на членов избирательных комиссий, на районах, а на районах в основном это, ну, электорак, в общем-то, считается Лукашенко. Поэтому вот привлечь вот этот электорак, и причём, поскольку мы, не давая властям, я бы сказала, информации, то есть, когда говорится, как говорится, вооружён, и если больше знаешь, значит, уже вооружён, да? Как это вылетело этот самый? Предупреждён, значит, вооружён. То есть, получается, власть, она была готова к протестам, она подготовилась, и ясное дело, что хватает. Штаб, бабарики, это я в курсе, что они к протестам не призывают. Говорят, если вы хотите, это ваше личное дело, но подставлять людей и самим подставляться под протесты, они на это не пойдут, и ясное дело, что, ну, мы видим, что это не играет, так сказать, они побывают всех, и всё. Но белорусы-партизаны, если использовать вот это такое, как Дмитриев выступил со своей речью, которой никто не ждал от него, вокруг меня, во всяком случае, что он так скажет, когда ему вручили это, то, конечно, тогда, это, знаете, вот такое чувство, что сработает напережение, то есть подпольно сработать, здесь информационная кампания перед выборами должна пройти, на мой взгляд. Об этой информационной кампании говорят сами, по-моему, что бы Тихановская сказала, то есть фактически молодёжь, и там кто-то сидит, немножко спадает в протестное движение, но тем не менее информация и агитация, участие в выборах, за кого голосовать, она должна, ну, проходить. И вот этот вот чёрт из табакерки, когда работает, когда власти не знают, чего ждать, это может сработать, в общем-то, даже, и очень даже хорошо сработать, в наших условиях. Ну, это вот всё, что хотела, пожалуй, добавить. Спасибо за возможность. Спасибо за комментарий, Варта. Хорошо, кто ещё у нас есть? Те, кто поднимали руку, тоже хотели выступить? Мне кажется, Юрий хотел бы что-то сказать, потому что он там пишет, а сказать-то, почему не сказать, это же слово. А да, я, кстати, напоминаю, что в видеозаписи, выложенные на YouTube, у нас потом чат отображаться не будет, поэтому, учитывая этот баланс, те, кто пишет в чате, имейте в виду, что этого на видео не будет. Это модель Юрия, справедливо, можно ли что-то оглушить. Я хотел литерально пару словов сказать. Вот тут некольки разов люди пригадывали, вот, по воде на штабу Бабарыки, ту крытику, якую на его адрес гучала. Я так само хочу выказать такое меркование, что Махчима в свой час Бабарыка, когда вступил в эту кампанию, и начал ее, и сейчас его люди. Просто, разумеете, одну вельми простую речь, то, про что я казал, первая чечка Михаилу, что, як бы, яны завоевали когнитивный взрывень, яны завоевали, скажем, эмоционный взрывень, люди готовы пойти проголосовать за, скажем, Бабарыку, але яны не готовы до протестов. И люди в штабах гэта отчувают. И тому, як бы, яны не то, что боятся, что их там посадят, ци, что сти такой инши, аны просто разумеют, что, як бы, людя адых, адвернутся ты, яхто готов был бы за их голосовать, и, врэште-рэш, ну, аны просто пашлют людей на кулеметы, что называется. А кулеметы у нас исправна, вот, уже про Андежан было сказано, и яны просто, вот, адчувают, что того потенциала протеста, вот, про якой Андрей Лаврухин сказал, да, что там уже бьются за МОНом, там, и так далее. Кали б сотни тысяч бились, кали б десятки тысяч бились, тады, ну, я у дадзі на выпадку, як бы, не расставляю оценки, но я думаю, что люди, які сидят в штабе Бабарыке, разумеют, што не настолька шмат людей, які готовы биться за МОНом, кабе, не перемахли МОН, а МОН их переможе. Вот, і тому, ну, вот, я это кажу, што справа не толькі у тым, што там аны чамусь ті не навучаные, чось ті не ведают, што аны не такі, как там Павл Северинецті, Микола Статкевич, а махчима таму, што и аны, ну, як бы, не хочуть просто місорубки, якая, немає ніяких шансів на поспіху, на їх, з їх пункту гляджі. Ну, да, це, це ще к вопросу ответственній політики, і про те, що мене завжди смущало от тіх людей, які завжди радостно кажуть, давайте завтра йти на площадь, які совершенно не кажуть, що вони будуть делать, щоб помість тим людям, які від цього пострадають, і чаще всего вони будуть делать нічого. Поэтому, мені кажучи, можливо, для штаба Бабарико це теже, іграет некоторий фактор. Ну, і Йоропрак, ну, дійсно, від електорат Бабарико, очевидно, це умерені люди вовсе не готові к протесту. Відомі, це не електорат Тихановська, це не війна. Конечно, це точно не всі люди. Я б хотів додавати коротко, мені кажучи, що у Ольги, у Светланы Тихановської немає електората. Йе електорат, це електорат анти-Лукашенка. І мені кажеться, що говорити о тому, що за нею є якась електоральна база, яка менше, ніж у кого-то, чи більше, ні у кого-то, взагалі неправильно. Светлана Тихановська це, в принципі, не політикс-программа, це, в принципі, не голосування за, це голосування проти, це протестне голосування. І тому, виправ, що вона може не добрати столько, скільки доберет Бабарико, і це демотивує людей пойти на протест, мені кажучи, не вірен, тому що протест буде все одно. Це неизбежно, навіть якщо всіх снигутся виборів. Якщо там остануться Конопадська, Лукашенко, протест все одно буде. Тому що я знаю людей, які к нему призовут, і які на нього пайдуть. Дальше вопрос в калічестві. І, ну, може бать Бабарико, призвавши людей выйти на площадь, це було б там повшаючий коэффіцент, да? Але і Тихановська обладає своїми здесь, скажімо так, качіствами, які можуть збудувати. Вона жінчина. Вона може сыграти, в тому числі, і вот на цьому образі, якщо хочете, ну, максимально жертва режиму, который посадили мужа, который угрожає детям, ну, якщо хочете, Жанна Дарк, да, она пока ведет себя, ну, исключительно достойно в этой компании. І за неї не тянется никакого шлейфа проблем, никаких сомнений на тему, действительно ли в банке ее отмывали деньги і так далі. і тому, я б не однозначно расставлял електоральні, ці, що називаються, такі бочечки, що за Бабарико стабільна бочка, яку ми видим по числу людей в ініціативній групі, а за Тихановська ее нет, тому що у нее в ініціативній групі були 5 активистів із Європейської Беларуси і все. Електоральні предпочтения, вони дуже волатильні, і це може в течіні недели перетечі з одній сторони в другу, може б не в тих об'ємах, але на цифру протеста напрямую, мені кажеться, такого уж прям линейного воздійсвя іметь не буде. Спасибо. Спасибо. Теме, все-таки у Ольги Абрамова, яка давно піднімала руку. Да. Слышите мене, нет? Да, слышу. Доброго дня. Добрый день. Я б хотела несколько кутюр добавить. Прежде всего, по поводу того, кто-то упоминал здесь Равкова і його висказанні об'язательства, я хочу вам сказати со всей ответственностю все, що я знаю о політиці і то, що я знаю дуже багато воєнних офіцерів, армия в таких делах участвовать не буде в соответствии з Білорусським законодательствам. Кроме того, я б акцентировала в этой кампании для самых разных объектов воздействия одну мысль насчет 40-й статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь. Там, где речь идет о незаконном указе или распоряжении. И особенно на третьем пункте, где говориться, что человек, которому отдан незаконный приказ, он, если он его не выполняет, никаких санкций в отношении него применяться не може. Я рассказывала когда-то такой эпизод, который произошел накануне референдума 96-го года, когда несколько депутатов Зверховного совета 13-го созыва, в том числе Виктор Гончар возвращались из Москвы. И в вагоне мы встретили тогдашнего министра внутренних дел. Мы пригласили его по инициативе Гончара в купе, пообщались с ним несколько часов, а наутро я, выйдя в 6 часов из купе, увидела, как он бреется. Я его задержала, поскольку он побрился только наполовину, сбежать он от меня не мог. И я в лоб спросила, пользуясь тем, что накануне мы установили личный контакт, скажите, пожалуйста, если вам будет отдан преступный приказ, вы его выполните? И если вы его выполните, то понимаете ли вы ту ответственность, которая будет боец? И чувствуется, что человек, судя по ответу, очень много раз думал об этом. Он выпалил только одну фразу. Он сказал, нет, отвечать будет тот, кто отдал такой приказ. И это очень многозначная фраза. Вскоре он перестал быть, кстати, не сомневшим делом, как вы знаете, наверное. Во всяком случае, далеко не все так однозначно по поводу того, кто будет участвовать в подавлении, кто не будет участвовать и так далее. Потому что то, что происходит последние несколько месяцев публично, оно не может не оказывать влияния на любого гражданина Беларуси. Я не скажу, что это тотальное влияние, но оно размывает, я не скажу, опять же, стандарты и установки, которые заложены. А в ОМОНовках не будет размыто ничего. Тут понятно, что идеологически промывка полная. А вот относительно других категорий я не так уж уверена. Хотя должна сказать, я считаю, что если протест будет массовый, то он будет подавлен, возможно, еще более жестко, чем в 2010 году. это судя по той готовности, которая проявляется сейчас по текущим событиям, это будет. Я бы, конечно, этого очень не хотела и добавлю еще свое личное. Я бы, конечно, вместе с вами хотела порадоваться по поводу объединения штабов несостоявшихся кандидатов и Тихановской, потому что я за это ратовала, я писала об этом несколько раз в предыдущие дни, что это оптимальный вариант, при том, что, конечно, я не собиралась голосовать по-другому, чем себе запланировала, я выбрала себе воры или цепкала, в зависимости от того, кто будет зарегистрирован. Но сегодня это совершенно, я бы сказала, замечательный вариант, если исполнители его не развернут его в неблагоприятную сторону. Здесь очень важно пройти по лезвию ножа, потому что здесь это вариант преодолеть атомизацию общества на этом сплочении, это возможность предъявить практически совершенно задачи, которые можно решать, и плюс те задачи, которые, может быть, не будут выполнены, но будут мотивировать людей, которые присоединятся к протесту. Здесь, конечно, речь не идет о персональном выборе Тихановской, конечно, она технический кандидат, но сейчас, в данный момент, в этом и состоит ее прелесть, можно отвлечься от всех превходящих, разбирая достоинства и недостатки других кандидатов. Это идеальный кандидат, который не хочет быть президентом на перспективе. И это как раз меня, например, это очень мотивирует, потому что дальше я вижу такую схему, когда, собственно, я тоже об этом писала, когда Тихановская выходит на телевидение и использует свое эфирное время, заявляет, что я иду для того, чтобы мы в результате моей победы, объединив усилия, мы объявили до конца года конституционный референдум с восстановлением цивилизационных подходов и также, чтобы были объявлены новые, но честные выборы, которые мы проведем. Попутно она может говорить там много других вещей, но легко, поскольку она не собирается их исполнять, тем более даже реализовывать эти принципы Конституции она может сказать о том, что будет уже вновь избранный президент, и это то, что вполне реально людям будет этого достаточно. А кроме того, я бы попросила не забывать о том, о чем мы говорили на второй нашей встрече, о создании, это можно делать в параллель, под эти задачи, многофункциональной общественной структуры. Это может быть даже больше того, я уже думала об этом, по сетевому принципу мы говорили, это может быть создана зонтичная организация, куда могут плиться множество общественных организаций совершенно с разными поставленными целями, которые в целом в комплексе будут составлять то общество, которое мы себе представляем и которое мы хотим увидеть. Это сразу потенциал умножается. Насчет того, что не проголосуют за Тихановскую, так вы знаете, не проголосует некоторое количество снобов, которые зациклились на своем выборе, и от него при говорительном выборе они не собираются отказываться. Технологически это совершенно прекрасный вариант. И я думаю, что Тихановскую не снялся. Ее будут уговаривать сняться, вот уже после сегодняшних событий, будут пытаться разные люди выходить на нее от власти и убеждать ее сняться, обещая, что ее муж будет в безопасности, что он будет отпущен и так далее. Не советовала бы ей в это верить, потому что там личный фактор. То, что Тихановский сел, дело не в его опасности, а дело в большой личной обиде. Вот все, что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо, Ольга. Я бы только, может быть, напомнил, мне кажется, что помимо давления еще и размужа, который там скорее обещание пряника, то есть, к сожалению, негативное давление на детей, и, собственно, мы уже видели, как Тихановская была в одном шаге от того, чтобы сниматься. Нереально. Ей нужно трезво оценивать эту ситуацию, потому что я хочу вам сказать, что здесь завьются все женщины Беларуси. Этот протест организовать очень просто, я сама отберусь в этом участке. Это не проблема. Ей даже не надо слушать эти вещи. Это противозаконно, это противоправно, и это реально решаемо. Это, безусловно, противозаконно, противоправно, это просто, как говорил раньше Артем, говорю не про то, что надо или не надо протестировать. Не надо быть такой наивной, она попала в кашу, из которой в том числе ей помогут выплать общими усилиями все. Очень важный мотиватор, и первое, о чем надо говорить, и она это должна понимать, что вот ее участие, это вообще сильный рычаг давления в пользу всех, кто оказался политзаключенными сегодня. Вопрос в том, как этим распорядиться. Спасибо, спасибо еще раз. Ольга. Михаил, кажется, тоже хотел что-то еще добавить. Нет, спасибо. Я как бы очень благодарен за комментарии Андрея, Галины, и вот Ольги, которые не ответили на многие вещи о том, что как раз вот, опять-таки, мы постарались уйти в дискуссии от слова площади, и как бы дискуссия протеста, вот, никто к этому не призывает. И власти, именно, нынешние власти, они бы именно хотели просто протеста. И это было бы, ну, они готовы к ним. И все, что рассказывала Ольга, и все, что говорили остальные комментаторы. Можно буквально два слова, если уже, я тут написала, но мысль такая, что мы все время говорим против. Люди уже устали, по-моему, против. Люди хотят знать, все-таки, направить немножко на будущее. Поэтому, может быть, действительно, тем более протесты, если бы учены, и давайте тогда, вот я вижу, что если, а тем более, это время, сейчас программ. И вот эти программы, кстати, очень многие ждут программ, потому что программу Бабарико еще до сих пор никто и не знает толком, собственно, на что штаб предлагал. Поэтому, если сейчас вот сконцентрироваться, за что все люди, вот эти штабы объединяются, на что пойдут эти усилия, и то же самое, что все женщины сейчас будут однозначно, я согласна Ольга с вами, что женщины поддержку Тихановской однозначно откажут, потому что это вот картинка, как они стоят, три женщины, это у нас работает, извинительно, на всю женскую аудиторию. Вот, но именно обозначить свои программы и выступать уже за, потому что все против нам, ну, на мой взгляд, это связывается исключительно с властями из Лукашенко. И ясное дело, уже против него, сама его система работает сейчас против него. Ну, это то, что хотелось добавить, чтобы направить энергии вперед на позитив. Спасибо. Спасибо. Тут еще Андрей Лаврухин хотел добавить два слова. Андрей. Да-да, да, коллеги, я все-таки вот хотел бы обратить внимание, я понимаю, что, как бы, да, протест, это такая, действительно, ловушка, как бы, да, вот, но одновременно мы должны тоже прекрасно понимать то, о чем вот неоднократно уже говорил, говорит, повторяет, не устоит повторять Павел Лусов и многие, и вот, я так понимаю, Юрий Дракохрус тоже это подразумевает, что вот тот эволюционный путь развития долгоиграющий, долгий, о котором мы говорим, значит, он, насколько он успешен, давайте оглянемся 26 лет назад, да, скорее, я бы сказал, что ситуация существенно усугубилась и границы свободы наши уменьшились. Значит, я думаю, что нужно не сбрасывать со счетов тот факт, что после этих, значит, вот, выборов уроки сделает не только гражданское общество разобщенное, все-таки разъединенное, где узы солидарности очень некрепкие, распадающиеся, перманентные, возникающие, а прежде всего власть. Это значит, что будет новый уровень контроля, это значит, что будет новый уровень легитимного насилия. Что это значит? Это значит, будут приниматься новые законы по ограничению СМИ, по ограничению свобод, мнений и так далее. То есть, если мы говорим, что мы рассчитываем на эволюционный путь развития, окей, но эта эволюция совсем не обязательно будет развиваться в направлении расширения свобод и демократизации. Скорее всего, как раз наоборот, вот то, о чем уже, по-моему, Артем говорил и многие, что у нас есть факторы, которые будут подталкивать Беларусь к тому, что мы будем, ну так, это, конечно, такая хлесткая фраза, но, тем не менее, двигаться в направлении к военной диктатуре. В каком смысле? Экономические факторы, да? Это факторы, связанные с тем, что это будет такой шок для власти, что она будет понимать, нет, с этим обществом нужно все-таки поводок делать короче. И то, что силовики будут иметь на руках аргументы, убеждая светскую власть, а Укашенко еще представители его окружения до некоторого времени были светской властью, сейчас мы видим, что окружение там военизировалось, да? Милитаризация общества будет происходить, милитаризация, прежде всего, значит, властных структур, а затем она будет эридировать и на общество. И вот в этом, перед лицом этой перспективы, да, с учетом предыдущих 26 лет и сегодняшнего дня, который на повестку дня ставит вот такой новый уровень агрессии, новый уровень разделения общества, вот это, значит, угроза эволюции в направлении гораздо более жесткой формы авторитаризма, близкой к авторитаризму, мне кажется, все-таки ставит на повестку дня вопрос рисков, какие риски больше, на самом деле. Вот риск, как бы, да, мы там говорим о том, что, конечно, это посаженные люди, это жертвы возможные, ну, давайте оглянемся на 26 лет назад и взвесим риски, и посмотрим, да, вот все-таки это как бы риски больше или меньше. Вот мне кажется, такой вопрос, неизбежно его нужно задавать и иметь в виду, когда мы говорим. И вот в этом смысле три грации, которых я вот в Фейсбуке так обозначил, вопрос, насколько, что называется, решительность и воля перед лицом вот этих рисков там будет, так сказать, на такой, в том числе, разворот событий. Потому что снизу запрос на вот все-таки протестное настроение есть. И вопрос как раз-таки состоит в том, насколько он может быть там организован, самоорганизован в условиях, когда не нужно, конечно, попадать в прямые ловушки, но когда самовласть, как Валерия верно говорит, создает такие условия, когда она сама, да, так сказать, вот, создает предварительные условия для самоорганизации этих протестов. Вот. Ну вот такое соображение. Спасибо. Спасибо, Андрей. С одной стороны, хотелось бы уже завершать, а с другой стороны, я, например, не хочу завершать на прогнозах про военную диктатуру, как-то это совсем пессимистично звучит, хотя, возможно, и реалистично, но безотносительно этого. Может, когда хотел бы добавить что-то чуть более пессимистичное, чем военная диктатура, чтобы мы на этом не заканчивали, или придется заканчивать на этом и тоже быть символичным. Вот рука от Михаила, я вижу, вот Михаил Дорошевич, может быть. И еще голос был какой-то. И я добавлю, Абрамова. Да, 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 Ольга. Так, Ольга, вы или я сначала? Вы начинаете, я завершу. Хорошо, я на самом деле как бы возражу Андрею, который сидит там. Андрей, там это каркасник у вас строится? Да, он, он. Прекрасно. Так вот, какая есть очень серьезный аргумент. Сингапур и даже Китай не получится. Экономика находится в достаточно тяжелой ситуации. Военная экономика и здесь вряд ли она возможна. И это понимает нынешняя власть тоже. Поэтому будем надеяться, я все-таки надеюсь на надеюсь на честную избирательную кампанию. Спасибо за, спасибо за теперь очень яркий оптимизм. Так, ну тогда я чуть-чуть каплю дегтя. На честную избирательную кампанию я не надеюсь, но военной диктатуры никакой не будет. Больше того, я думаю, что будут вестись поиски очень напряженные, как бы это умиротворить общество каким-то образом на те несколько лет, которые предполагает править Лукашенко. Но я думаю, этих нескольких лет в полной мере у него не будет. А почему, Ольга, почему вы так уверены, что у него не будет этих нескольких лет? А я полагаю так, что ресурс вообще-то исчерпан и будут события, которые я в полной мере не могу себе представить сегодня, которые произойдут по договорному варианту, либо же по личному ощущению, но все-таки через 2-3 года ситуация поменяет. Я не могу просто, я могу перечислить те варианты, которые я держу в уме, но я бы их не хотела называть. Спасибо. Четамхаус все еще есть, если вдруг хотите назвать, то... Ну или можем оставить это на обсуждение, например, в сентябре про варианты на следующие 2-3 года. Хорошо, спасибо, спасибо большое всем нашим спикерам, спасибо большое нашим гостям, которые так хорошо подключались к обсуждению, спасибо большое тем, кто в конце добавил и пессимизма, и все-таки оптимизма. Будем смотреть, мы видим, как активно меняются события и как новостные поводы буквально вот видим, да, сегодня мы обсуждали то заявление к теме объединенного штаба, которое возникло или, скажем так, подтвердилось за час до нашей дискуссии, поэтому, конечно, будет сложно будем думать планировать, какое у нас будет следующее обсуждение, но я думаю, мы еще как минимум несколько раз с вами встретимся, на площадке экспертно-аналитического клуба до 9 августа и будем смотреть, как что, следите за анонсами, как всегда, Facebook, рассылка, поэтому рады были всех видеть и до новых встреч. Всем спасибо большое за внимание. спасибо. Ну, спасибо. Спасибо.